Дорогие друзья, сегодня мы с вами рассмотрим вязание двухфонтурного жаккарда на машине 5 класса Бразер. Для вязания двухфонтурного жаккарда нам потребуется четырехцветник. Четырехцветник Крепим с левой стороны на игольницу, завинчиваем гвинт и мы с вами рассмотрим двухфонтурный жаккарда с использованием пикейных кнопок и без использования пикейных кнопок Пряжу из нитеводителя номер 2 заведем ее в нитеводитель номер 2 четырехцветник Закроем его, конец пряжи закрепили на струкции Поднимаем нижнюю игольницу Давайте для образца наберем, например, петель слева и справа Сдвиг игольницы H Все иглы в работе Плотность 00 Выполнение заработка Надеваем гребенку Нарешиваем гребенку Выполнили заработок У меня он в данном случае состоял из двух круговых рядов Теперь в начале первый образец мы с вами свяжем с использованием кнопок пике Кнопки пике нажимаем и проворачиваем для установки пике Нижний рычаг с римской цифрой 1 переключаем на вязание с использованием кнопок пике Оба рычага с N передвигаем на PR В каретку в случае как и с машиной Silver А вязание двухфонтурного жаккарда на машине Silver Вы можете посмотреть на моем канале Двигаем до упора И нажимаем на нити водитель два четырехцветника В отличии от четырехцветника Silver Четырехцветник Braser не автоматический Устанавливаем нужную нам плотность И, например, это плотность 3,2 Паретку заводим за считывающий датчик Входим в режим CS2 Рисунок может быть из каталога, из перфокарты Созданный вами рисунок Давайте возьмем любой рисунок, например, номер 10 Для этого включаем кнопку ON OFF Нажимаем на кнопочку STEP Вводим порядковый номер рисунка 10 Нажимаем STEP, STEP, STEP Загорелась кнопка READY И нажимаем на кнопку MC READ Первый ряд провязываем просто считывающим Ваша машина считала рисунок Теперь нажимаем обе кнопки PAD Вяжем в каждом втором ряду, меняя цвет пряжи Еще раз повторюсь, в отличие от машин SILVER Не ждите, что смена цвета произойдет автоматически Музыка После того как раздастся характерный щелчок, нужно нажать на кнопку нити водителя, на которую вы собираетесь сменить пряжу. Для машин сервер необходимо использовать уплотняющую ленту. Теперь сбросим нашу работу. Отключим до задней жаккарды. Так мы с вами сбросили наш образец в сыгомашину. И смотрим, что получили. Вот так выглядит наше полотно по изнаночной стороне с использованием кнопок пике. Ну а что же делать тем, кто имеет двухфантурные машины и не имеет на них кнопок пике? Давайте рассмотрим, например, на машине третьего класса. Потому что у многих есть машины третьего класса двухфантурные. Их нижние каретки не оснащены пикейными кнопками. Давайте рассмотрим вязание двухфантурного жаккарда без кнопок пике на машине третьего класса. Если у вас две машины пятого и третьего класса, не обязательно иметь разные четырехцветники. Для машины пятого класса ваш четырехцветник установлен вот здесь. Для машины третьего класса вам нужно поменять положение направляющих нити водителей четырехцветника и установить их вот сюда. Поэтому не спешите кричать о том, что у вас четырехцветник неисправен. Посмотрите внимательно, там ли установлены у вас направляющие. И последнее, что мы с вами выполним для установки четырехцветника на машину третьего класса, это подвинем и закрепим, конечно же, сами нити водителя. Готово. Закрепляем четырехцветник. С левой стороны машины устанавливаем второй цвет. В нити водитель четырехцветника два поднимаем нижнюю игольницу. Выдвигаем в работу иглу. Положение игольницы H. Плотность 00. По нижней игольнице рычаг средькой цифры 1 на 2 для более тугого заработка. Выполняем это. Навешиваем гребенку. Переключаемся внизу на 1. Аналогично тому, как мы это делали на машине пятого класса. Выполняем круговой заработок. Отключаем все наши кнопки. И принцип работы такой же, как на машине пятого класса. Переключаемся на КС. Точно так же выбираем рисунок из каталога. Либо делаем его самостоятельно. Например, рисунок 7. Включаем кнопку. Нажимаем на кнопку STEP. Кнопку CE. Выбираем седьмой рисунок. Нажимаем на кнопку STEP и STEP. И нажимаем на кнопку KR. Вначале первый ряд у нас считывающий и мы его с вами просто считываем. Устанавливаем желаемую плотность. Нажимаем на кнопку на обе кнопки P. И далее вяжем. Поехали. Ставим попку. Ставим поп pir5 крем Покали пил в clic. вот мы с вами провязали наш образец и теперь казалось бы мы его с вами можем сбросить но прежде чем сбросить я хочу показать еще один момент который можно выполнять на машинах брайзер 3 как известно рычаг 12 мы используем чаще всего для заработка для того чтобы уменьшить плотность первого наборного ряда но также мы его можем использовать и при двухфантурном жаккарде на машине 3 класса что это нам даст это укоротит наши нижние петли что достаточно актуально потому что на каждой на каждый один ряд верхней икольницы приходится два ряда нижних фантур поэтому я намеренно провязала несколько рядов просто пряжи розового цвета для того чтобы мы с вами могли увидеть разницу и здесь мы сейчас переключаемся на римскую цифру 2 и ощутимо наше вязание стал плотнее вы можете видеть что иглы нижней игольницы подтянулись вверх и длина петли уменьшилась ну а теперь мы с вами отключим наше вязание провяжем несколько рядов просто ластиком сбросим наше полотно с иглу машины и посмотрим что получилось пряжи которую я использовала для двухфантурного вязания на машине 3 класса для машины ее можно назвать пряжи не то не сё потому что она слишком толстая для машины 5 класса но слишком тонкой для машины 3 класса но тем не менее на ней можно замечательно взять двухфантурный жаккард так мы с вами сняли образец с иглу машины кстати да его можно уже отпарить и использовать и вот мы с вами получили двухфантурный жаккард на машине 3 класса можем обратить внимание на изнаночную сторону вот участок где мы перешли на более короткие петли передней игольницы при той же самой плотности выглядит по лицевой стороне этот участок вы видите более рельефно и более плотно чем нижняя часть мне кажется что для пледов кардиганов курточек замечательный вариант и как я уже и сказала использовал я пряжу для двухфантурного жаккарда на машине 3 класса пряжу которая слишком толстая для машины пятого класса и слишком тонкая для машины третьего класса конечно же картину таких серьезных глобальных как на машине пятого класса не получится выполнить да просто в связи с тем что количество его ограничено но тем не менее те кто любят орнаменты и являются счастливыми владельцами машин третьего класса могут замечательно вязать разнообразные двух трех и четырехцветные орнаменты которые мы с вами подойдем позже и